Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня будем обсуждать действительно очень необычную тему, потому что депутаты Государственной Думы в очередной раз предлагают начать штрафовать синоптиков. Почему необычную, я думаю, поймете по ходу беседы, потому что у меня в гостях сегодня находится заместитель директора Амурского гидрометеоцентра Елена Печкина. Здравствуйте, Елена. Мы с вами обычно про погоду, а тут действительно тема такая у нас необычная, но тем не менее регулярно всплывает, значит, кому-то не дает покоя ваша работа, правильно? Ну, вероятнее всего, да. Проще всего в каких-то проблемах обвинить людей, которые занимаются погодой. Ну, давайте тогда сначала. Депутаты это предложили. Мы сейчас пытались найти как-то с вами перед эфиром хвосты, корни этой проблемы. Хоть какие-то. Относительно, так подвязывается к этой всей истории очередного муссирования штрафов, история с ФОБОСом, да, центром. Ну, это из последних. Да, из последних. Ну, давайте расскажем, собственно, в чем там суть дела-то была. Вот как депутаты тоже порой бывает путаются. Возник конфликт, поскольку специалисты ФОБОСа вполне уважаемые люди, но тем не менее это не государственная структура, почему-то уж так получилось, имеющая право прогнозировать. Прогнозировали опасные явления по городу Москва, они прогнозировали ледяной дождь, ну и, соответственно, все негативные с ним связанные явления. Предупредили, естественно, москвичей. Никого ледяного дождя не было. Естественно, готовились и власти, и оперативные службы, а это деньги, в конце концов. Поэтому, естественно, претензии предъявили именно Росгидромет. Поскольку Росгидромет не давал никакого предупреждения, именно он имеет право, только он, подчеркиваю, еще абсолютно только он имеет право на предупреждение, естественно, Росгидромет отмежевался от этой темы и говорил, что, извините, граждане, но мы никаких предупреждений не давали. То есть даже зачастую люди, облеченные власти, не понимают, чьих прогнозов здесь слушать, чьих, может быть, не стоит. Да, видимо, просто синоптик именно орицательный, собственно говоря, вообще для Росгидромета это именно орицательное. Никто же не знает, что, я уже говорила неоднократно, что в Амурском гидрометцентре работает 452 человека, и синоптиков из них человек 10, а все остальные имеют совершенно другую спецификацию. Но, тем не менее, бывает очень разное, да, вот мы понимаем, как власти зачастую путают одно с другим понятие, да, но бывает такое, что и журналисты, уж простите, да простят меня коллеги, я их всех искренне люблю и уважаю, но действительно иногда позволяют себе некоторые неточности. Знаю, что у вас тоже не так давно был абсолютно вопиющий случай, когда вот воспользовались именем синоптика Амурского гидрометцентра. Конечно, то есть на информационном агентстве новости России была размещена заметка, пресс-релиз, уж не знаю, как это назвать. Следующее содержание. С Урала на Сибирь вышел циклон, из-за этого потеплеет, ну я так утрирована, да, из-за этого потеплеет. В Хабаровске там же пойдет снег, а в Красноярске будет столько-то, я обо всем этом поведала нам синоптик Амурского гидрометцентра. То есть я так понимаю, что журналисты, которые писали этот пресс-релиз, нахватали куски по всей стране, там-то, 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 потому что циклоны с Урала на Сибирь никоим образом не влияют на погоду Дальнего Востока, и ни один синоптик даже во сне в страшном этого не скажет. Ну а потом, поскольку наш синоптик в этот момент, в этот день давал интервью о мужской правде, вытернули еще и оттуда кусочек. Вот, получилась такая занятная, занятная статейка, и это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну действительно, Елена, наверное, очень удивилась, да, но тем не менее, уже из песни слов не выкинешь, да. Но это федеральное информационное агентство, действительно, ну кажется, кому доверять, как не ему, да, с другой стороны, люди действительно доверяют. Бывают казусы, он на местном уровне, потому что вы все-таки больше общаетесь с амурскими журналистами, а научились ли амурские журналисты правильно понимать синоптиков и правильно трактовать их прогнозы? Ну, к сожалению, здесь есть проблемы, да, потому что как-то вот не принято в амурской журналистике при, скажем, выяснении каких-то профессиональных вопросов у синоптиков конкретно, все-таки перезванивать потом и, ну, хотя бы как-то отчитывать то, что они написали. Я понимаю, что новость, новость это та вещь, которую нужно быстро выставить, чем быстрее, тем лучше. Это как горячие кирожки, да. Замечательно, но все-таки, поскольку вы не специалисты, вы могли не дослышать, не так понять, еще что-то. То есть иногда бывают такие нюансы? Конечно, да, но бывает и такое. Ну вот смотрите, теперь вот мы более-менее разобрались, да, с тем, что синоптики действительно здесь бывает, ну, попадают в ситуацию от них независящую, да, и как же тогда отвечать, тем более если рублем, за прогнозы, которые зачастую даже не принадлежат этим синоптикам? Как вы себе это вообще представляете? Ну, подозреваю, что все-таки тот, кто предлагает, кто возрождает, скажем, тему о штрафах, да, предполагаю, что все-таки там какие-то разборки все-таки предполагаются, да, и в результате, если, например, синоптик докажет, что это прогноз не он делал, там это журналисты, там они так поняли, еще, я так думаю, что штрафов не будет. Тут дело в том, что и сами синоптики, они люди. В природе не бывает линейных процессов. Это процесс очень сложный, и сам прогноз здесь есть две стороны, вот в этой проблеме есть две стороны, то есть одноправовая, то есть любой, грубо говоря, адвокат разобьет на раз-два все эти доводы, потому что прогноз, само слово прогноз — это предположение, предположение вот в этих нелинейных процессах наиболее вероятного поведения атмосферы, скажем, да. То есть по факту вы предсказатели в какой-то стихии, да, прогнозисты? Предсказатели, например, это вы, то есть если вы предполагаете наиболее, то есть если вы предполагаете в своем прогнозе, да, то у вас будет предсказание 50 на 50. Поскольку я профессионал, у меня будет именно прогнозирование наиболее вероятного хода атмосферы с оправдываемостью, ну скажем, 90-93 процента. Это большой процент. Но остается вот эти 7 процентов, которые, к сожалению, прогнозы-то предположения, то есть мы не даем гарантии, мы не можем. С таким же успехом можно штрафовать врачей-прогнозистов, они же дают прогнозы больному. Экономические прогнозы штрафуйте, вот прогнозируют экономисты инфляцию, не вышло, значит штрафуйте. Мне кажется, в вашем случае с таким же успехом можно и к природе, собственно, претензии предъявить, и штрафовать, что она завернула вот эти вот ветра или облака в какую-то другую сторону. Совершенно верно. Вот, кстати, на эту тему очень хорошо. Единственный человек, который, скажем, был не против штрафов, это не покойный ректор гидрометеологического университета в Петербурге Лев Карлин, он в свое время говорил, ради бога, штрафуйте, но тогда логично премировать синоптиков за хорошие прогнозы. Поэтому мы с удовольствием будем получать премию за свои 95 верных прогнозов и согласны отдать штраф за 5 неверных. Очень хорошо, хороший выход из ситуации. Но, тем не менее, мы, конечно, можем посмеяться на эту тему, да, и сказать, что, ну, это просто какая-то очередная нелепица, которая, наверное, не случится, будем надеяться, по крайней мере. Но есть случаи совершенно серьезные, вопиющие в мировой практике, и вы в том числе рассказали вот мне случай с итальянцами, который меня искренне поразил. Если можно сейчас поделитесь с нашими зрителями, что же у них-то получилось с прогнозами совершенно реально? Да, несколько лет назад за неверный прогноз землетрясения в Италии были осуждены на реальный срок несколько сейсмологов. Это потрясло вообще все мировое сообщество, и ученый мир был просто возмущен, потому что это, ну, просто уже ни в какие ворота не входит. Но, тем не менее, подозреваю, что это был такой политический момент, потому что население Италии, пострадавшее, требовало наказания, и нужно было кого-то наказать, то есть реально кого-то наказать, чтобы показать, что вот мы наказали, ну, вот нашли, кого наказать. Ну, то есть понятно, что там были, там землетрясения, пострадали люди наверняка, и как бы, да, и ситуация... Ну, как бы, человеческая вот такая сущность такова, что ей обязательно должен быть виноватой кто-то. То есть очень сложно признать, я понимаю, что очень сложно признать, когда погибли люди, что виновата природа. Да. Ну, вот легче, наверное, становится, когда кого-то наказывают. Ну, в общем, искренне хочется мне надеяться, действительно, что этого все-таки не будет, что здравый смысл победит, природа будет предсказуема, да, и все с нашими прогнозами тогда будет прекрасно. Ну, в общем, да. Единственное, что я еще хотела дополнить, что вот как бы штрафовать синоптика, а это творческий процесс, это все равно, что штрафовать художника или, например, ему грозить. То есть вот ты рисуешь сейчас шедевр, пишешь, а нет штраф. И хотелось бы посмотреть, какая будет после этого картина. Ну, да. Я хочу надеяться, что ваши слова будут услышаны, в том числе и на федеральном уровне. Спасибо вам, Елена, огромное. Как всегда, было приятно с вами общаться. Все, добро. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Елена Печкина, заместитель директора Амурского гидрометеоцентра. Вы смотрели в «Центре внимания». До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok